Сегодня на фоне санкций происходит перераспределение турпотоков. Люди стали больше путешествовать внутри страны. И это для туриндустрии региона новое окно возможности. Впервые в истории создан путеводитель по Кузбассу. В нем собрана актуальная информация, телефоны, адреса и сайты музеев, мест отдыха и средств размещения. Даже в него включен календарь ярких и необычных региональных событий, которые точно стоит посетить. Кемеровская область намерена и дальше делать ставку на событийный туризм, параллельно подтягивая инфраструктуру и уровень сервиса. Уже на предстоящее лето грандиозные планы. В июне фестиваль в гостях у динозавров в Чебулинском округе получит новое развитие и станет эконаучным фестивалем Динатера. В конце июня в Шерегеше состоится абсолютно новое для Кузбасса мероприятие – фестиваль «Про Геш». Это фестиваль музыки, экстрима, стрит-арта, этники. Основная цель этого события – создать центральный летний фестиваль в Сибири, открывающий все возможности летнего сезона для туристов. А в августе символично закроет летний сезон яркий самобытный арт-фестиваль окрашенным. Есть и более долгосрочные планы. После успеха якорных проектов «Новокузнец-400» и «Кузбасс-300» определена новая юбилейная дата, вокруг которой будет строиться культурная, праздничная и социальная программа развития, на этот раз горной Шори. У нас появился проект, который действительно и нашли очень красивую, с одной стороны, дату. Это Шори-400, 25-й год. Но с другой стороны, он поможет нам объединить внутри Мыски, Междуречество, Кашпагольский район и сделать его межрегиональным, о чем говорили сейчас коллеги. Это Кузбасс, Алтай, Алтайский край, Кокассия. Кстати, с 2018 года турпоток в Кузбассе вырос почти в полтора раза. Задача на лето и на будущую перспективу – не снижать заданный темп работы, обеспечить комплексное развитие туризма, сделать отдых доступным, комфортабельным и разнообразным, чтобы туристы получили от поезда удовольствие и возвращались домой с желанием посетить наш регион еще раз.